Основная масса населения QR-кодом относится к этой проверке довольно-таки нормально, люди понимают. Но бывают и такие, которые возмущаются, недовольны этим постановлением губернатора. Введение QR-кодов – это вынужденная мера, принятая на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Важно понимать, что эти ограничения направлены на то, чтобы минимизировать личные и социальные контакты, а следовательно, сохранить жизнь и здоровье большинства белгородцев. К этой системе жители уже привыкли и понимают, что если ты пошел не в аптеку или продуктовый магазин, тебе необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест. Если в государстве и в стране введено такое положение, значит, нужно соблюдать рамки законодательства Российской Федерации. Во-первых, есть какая-то гарантия того, что ты зайдешь в магазин, и там будут люди либо привитые, либо уже переболевшие. Вот как-то так. Уже чувствуешь себя как-то более безопасно. У меня есть прививка, у меня есть QR-код, меня как бы не напрягает. Я могу зайти и в магазин, и в транспорт, и в торговый центр. Думаю, что это поможет многим людям привиться, если они сейчас находятся в затруднительном положении и не знают, прививаться или нет. С 8 ноября вход во все торговые центры только по QR-коду. Получить его можно вакцинировавшись от коронавируса. В Мегагрине есть прививочный пункт. Пройти туда легко. Достаточно сказать на входе, что вы вакцинироваться, и вас проводят. Волонтеры дежурят с 10 утра до 6 часов вечера. За день в пункт вакцинации приходят до 200 горожан. По-другому волну COVID-19 нам не остановить. Большинство населения должно или привиться, или переболеть. Мы за прививки.